Уважаемые слушатели моих небольших роликов и читатели моих книжек. Я вот занимаюсь насаживанием топорика. Весна впереди. Ну и заодно был изловлен для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, вопросов на самом деле много, благо у меня есть распечатка самых интересных и самых завлекательных, с моей точки зрения. Ну, я готов на них ответить по мере сил, поскольку ручка для топора зовёт. Ну, вот вопрос. Почему религии обещают рай или ад после смерти? А что они могут ещё обещать? Обещать что-то другое? По статье, которая была в Советском Союзе, называется «Воровство дноверия», они не могут. Значит, только после смерти. А тут же никто не возвращался. Дело проверенное. Так что претензий не будет. Судиться никто не будет, если его там нет. Второй вопрос. Форма черепа. Долихоцефалии и брахицефалии что-то говорит о различиях мозгов? Какой цефальный индекс является более архаичным? Ну, самый архаичный у популяризаторов науки. Значит, а долихоцефалии и брахицефалии особой роли не играют, потому что, ну, например, в той же Польше, там, на рубеже 19-20 века, были в основном долихоцефалы. А теперь немножко так закруглились. В Швеции, наоборот. То есть, это особенности, пока неизвестные в антропогенезе, каковы причины их. Но на мозг не влияет. Даже деформация мозга помощью, там, как у аваров, там, кожаных ремешков, или как у инков, с помощью палочек разных привязанных, тоже не сильно сказывается. Ну, иногда головные боли мучают, но там, в основном, из-за водно-солевого обмена, там, затрагивается отток спинно-мозговой жидкости. Дыхание по бутейке. Полезно ли он? Нет. Не полезно. Эмоциональное состояние, злость, сочувствие, отчаяние, надежда, унижение, достоинство, покорность, бунт, решительность, рассеяние существует только в человеческой среде и обусловлено социальными инстинктами. Нет, не только в человеческой. Вы легко можете добиться унижения, достоинства, покорности, бунта, решительности, злости даже у своей собаки. Достаточно её довести до определённой кондиции. Поэтому не надо ставить человека в центр Вселенной. Все животные также переживают. Будьте внимательны. И даже у птиц вы найдёте при известном внимании соответствующие реакции. Вокруг нас животные очень сложно устроены мозгом. Просто вы невнимательны и нехорошо разбираетесь в их языке. А там очень много не слов, которых они, как правило, произносить не умеют, а невербальных коммуникаций. Присматриваетесь, и вы найдёте в своей даже собаке, попугае много-много оттенков поведения, о которых спрашиваете. Вы рассказываете в своих программах, что различные отделы мозга созревают в разное время. Где у вас в книгах или в другом месте можно узнать, в какое время надо обучать детей. Я не занимаюсь профессионально-педагогикой. Это огромная наука. Там есть квалифицированные люди. Хотя кое-что из её азов знаю. В моих книжках я рассказываю про мозг и примерно, какие структуры в какое время созревают. Значит, специальные книжки для этого, двухтомник «Морфология сознания». Первый том уже выдержал, два издания. Второй только что вышел. И ведётся рассылка только по тем, кто заранее его заказал. И как только она будет закончена, он поступит в продажу. Двухтомник «Морфология сознания». Первый том – это от того, как вы согрешили. То есть оплодотворение, как развивается нервная система и что её поджидает. И примерно до 6-7 лет. А вторая – это постарше и до полового созревания включительно. Ну и там есть немножко про старость. Ну, маразм предвидится у всех, поэтому это немного беспокоит. Вы говорите, что существует три движущих силы. Размножение и да и доминанция. Как можно объяснить привязанность человека к маленьким домашним животным? Как правило, маленькие домашние животные – это комплекс, который у человека развивается в связи с тем, что у неё чего-то не в порядке в жизни. И маленькие домашние животные позволяют чувствовать себя Богом. А Богом хочется быть всем. Поэтому люди переносят свои внутренние проблемы, проблемы общения с другими людьми на маленьких скотинков, которым страшно везёт. Я тоже не сильно отличаюсь, мне тоже нравятся собаки, хотя я предпочитаю таких килограмм от 50. Ну, чтобы они могли в случае чего с тобой поговорить по-серьёзному. Ну, если ты уж совсем дурачок. Я программист, увлекаюсь биологией. Возможно ли украсть 10 минут вашего времени на консультацию, сносить того, как лучше мне продумать обучение? Обучение очень просто. Вы идёте и получаете второе образование. Любой ценой. Не считаясь ни с чем. Потому что, если не будет регулярного образования, самообразованием биологию не освоить. В ней очень мало формул и очень много фактов. Надо, чтобы про факты рассказывали профессионалы. Идите учиться. Какой главный критерий человечности, человека по мозгам, если масса мозга практически ничего не решает? Читайте книги «Изменчивость и гениальность. Возникновение мозга человека» и вы поймёте, что масса тут вообще ни при чём. А человечность – это понятие для того, чтобы в основном у вас умело отнимать деньги. Обещаю, что вас научат человечность. Она, к сожалению, как те самые деньги. Или есть, или нет. Отчасти это связано с уровнем развития мозга, воспитанием, образованием. Отчасти нет. От врождённых особенностей вашей конструкции. Скажите, профессор, размеры соответствующих нейронов у разных животных, у человека, они одинаковые? Разные, разные. Но у людей они практически все одинаковые. У всех вообще гоминид, не только у людей. Речь идёт от низших приматов и до человека. Размеры нейронов более-менее одинаковые. А вот и животные других групп, ну, например, те же кальмары, на которых изучали физиологию отдельных нейронов, они огромные. У меня как-то один из сотрудников, впервые увидев поперечный срез мозгами ноги, чуть в обморок не упал. Он говорит, что это там за гигантские дырки? Это диаксоны, которые в 20 раз больше диаметра человеческого нейрона. То есть, размеры клеток разные. У низших животных бывают и большие, и маленькие. Например, у насекомых. Там в грибовидных телах мельчайшие микронного размера нейроны, когда у нас они там 50-60 микронов запросто бывают мотонейроны. Сами тела клеток. Потому что с отростками это может быть огромного размера. Там даже у человека больше метра есть нейроны. А так, да, различаются. Но это не значит, что их количество на единицу объема может сильно различаться. Потому что такие маленькие нейроны нужны для того, чтобы, как у насекомых, чтобы обеспечить им метаболизм за счет диффузии. А у кого есть кровеносная система и доставка питательных веществ кислорода с помощью специального механизма, то есть, клеточного, там все по-другому. Поэтому, да, разница есть. Но у разных видов. Будут ли ваши книги выпускаться в Литве? Да, будут. Готовится книжка «Церебральный сортинг» про эволюцию человечества с позицией искусственного отбора головного мозга. Да. Байден – это гомоэректус. Мне кажется, чемоданчик в опасности нет. При Байдене, да и при Трампе там есть специальные дядьки, специально обученные, кончившие серьезные военные институты, имеющие больше полутора извилин, которые стерегут этот чемоданчик. Так вот, до чемоданчика и ни Байден, ни Трамп так просто не дотянутся. Так что успокойтесь. Как сигареты влияют на мозг? Да, плохо влияют. Сигареты – это в основном продукт технологический. Там ферментация табака не предусмотрена, а предусмотрена ароматизация. В результате курения сигарет, морда становится синее, а сосуды сжимаются. Не курите. Надо курить ферментированный табак, если уж вы не можете от этого отказаться. Ферментированный табак находится в очень дорогих сигаретах, в трубочном табаке и в сигарах. Ну, это зато хороший способ бросить курить, если это вам мешает. Потому что те деньги, которые будете тратить на них, проще содержать машину. Подскажите, книга «Морфология сознания» в двух, там, а хуже говорил, да, в двух. И второй только что вышел. Отвечая на пожелания комментаторов, профессор решил баллотироваться в Государственную Думу. Я не знаю их языка. Меня не возьмут, что они говорят на своем языке. Зарплата там хорошая, а вот язык настолько своеобразный, что я больше его не освою. Мне мозг мешает. Поэтому, как только будет глубокий склероз всех сосудов головного мозга, я обязательно пойду. Вы всегда говорите, надо обманывать свой мозг, чтобы заставить его работать. Вот это, получается, надо обманывать самого себя. Ведь мозг – это же и есть я. Или я что-то не понял. Нет, не поняли. Вы просто не можете поверить, что вы обезьяна. И вас обезьянило столько, чтобы для того, чтобы стать вот хоть на чуть-чуть человеком, приходит себя изощренно обманывать. Так мы устроены. Может, этого не принимать. Ну, тогда можно и не обманывать. Ну, и не учиться заодно. Потому что без порток бегать ума не надо. Значит, изъян в моей теории был найден. Значит, а именно, сортинг людей, исходя из предварительной томографии, отсекает возможность человечества развиваться в требуемом времени потребностям самой человечества… потребностями самого человеческого парадигма, видим, как-то написано, с ошибками. Значит, короче говоря, речь идёт о том, что, мол, где томография возьмёт и отрежет потенциальных… А почему она должна отрезать? Она выявляет способности как раз. А то, что это не нравится, это никому не нравится. Кому нравится, правда? Никому абсолютно. Кому нравится то, что вам скажут, суньте голову, ага, вы не способны руководить вот этим вот отделением банка. Вы можете в лучшем случае ботинки чистить. Понравится это человеку, который сидит уже в должности с большой… Конечно, нет. Никто ничего не отсекает. Людям предоставляется возможность понять, что они могут. Сколько людей сейчас мучается ужасно тем, что занимаются не своим делом, от которого им противно. Им не хочется этим заниматься. Они вынуждены тому, что нужно зарабатывать на жизнь. Это же так просто. Если мы можем помочь человеку и сказать ему что-то, ты знаешь, у тебя будут способности, попробуй. Может быть, он и попробует. А может, скажет, зачем мне так зарплата большая, я прекрасно живу с высунутым языком. Всё будет хорошо. Поэтому это дело любительское. Но для нас главное выявлять настоящих гениев и настоящих талантов, которые двигают это человечество, а не только подбирать мужа к жене, чтобы не ругались. Хотя и это хорошо. Тут много тоже трагедий. Ну, мне надо дальше строить ручку для топора. А, с вами я прощаюсь. К тому же холодно. Ещё печка не истопилась. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин